В России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Она продлится до 30 августа и охватит все сельхозорганизации, фермерские хозяйства и даже выборочно затронет личные подсобные хозяйства. Обо всех особенностях предстоящие переписи рассказали в Тверь-Стате. Узнать переписчика будет легко по зеленой униформе. Также у каждого сборщика информации при себе будет специальное удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. К слову, переписчики будут обходить и собирать данные по личным подсобным хозяйствам, а также садоводческим, огородническим и другим некоммерческим товариществам. Все полученные данные будут занесены в анкету на планшете. Вся информация, которая будет иметься на планшетах, она обезличена. Если кто-то идет, то информацию оттуда нельзя найти, персональную. Общая информация с какими-то данными по какому-то неизвестному домохозяйству. Вся эта информация обезличена. Сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства будут заполнять переписные листы самостоятельно. В том числе они смогут вносить данные в специальном разделе официального сайта Росстата. В исследовании примут участие более тысячи сельхозпредприятий, 800 фермеров и индивидуальных предприятий, более 1400 СНТ и 300 тысяч личных подсобных хозяйств. Целями проведения сельскохозяйственной переписи является уточнение и получение официальной информации о структуре сельскохозяйственного производства, о тех изменениях, которые прошли в сельском хозяйстве. Результаты будут востребованы в первую очередь для того, чтобы подготовить ряд мер экономического воздействия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и в стране, и в регионах России. Предварительные итоги будут получены к ноябрю 2021 года, а окончательные в течение следующего года. Росстат планирует опубликовать сводные таблицы в открытом доступе и в виде различных книг и брошюр.